В Самарской области создадут кадровый резерв из участников СВО. Первый поток сформируют к середине августа. Жилищные вопросы и благоустройство территорий. Глава города Елена Лапушкина провела прием граждан. С какими проблемами к мэру обратились жители. Укрепление взаимопонимания и доверия. Главы районов Самары проводят встречи с жителями после обращений в соцсетях. Глава региона Вячеслав Федорищев провел заседание правительства Самарской области. Обсудили реализацию нацпроекта «Демография» и меры поддержки семей. Руководители министерств социальной политики, здравоохранения, образования, спорта, труда и строительства отчитались о выполнении части своих мероприятий. Губернатор подчеркнул важность упрощения процесса оформления денежных выплат для родителей и необходимость информирования граждан о доступных электронных сервисах и их функциях. По поручению Вячеслава Федорищева в регионе нарастят количество квот на процедуру МРТ по полюсу обязательного страхования. Их станет на 12,5 тысяч больше. Кабинеты МРТ будут работать не в две смены, как сейчас, а в три. В следующем году в два раза увеличат объемы диспансеризации и профилактических медосмотров. Подняли вопросы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Ситуация в регионе напряженная. Принято решение, что теперь курировать направление будет председатель правительства Самарской области. Полномочия по реализации функций исполнительной власти передаются в создаваемое Министерство экологии. На повестке дня – мусорная реформа. В регионе изменится система оплаты за вывоз мусора. Теперь она будет взиматься не с квадратных метров, а с человека. В Самарской области создадут кадровый резерв из участников специальной военной операции. Проект разрабатывают совместно с Фондом защитники Отечества. По словам главы региона Вячеслава Федорищева, это будет и кадровый резерв, и школа, где участники будут подтягивать свои компетенции по разным направлениям. К середине августа по этой программе планируют сформировать первый поток из 50 человек. Также в регионе по инициативе общественной палаты создадут интерактивный музей, посвященный событиям специальной военной операции. Губернатор поддержал идею и отметил, что правительство области выделит на музей грант или субсидию. В Самаре продолжает свою работу пункт отбора на военную службу по контракту. Он находится по адресу улица Ленинская, 147. Там специалисты встречают желающих защитить свою родину, проводят их тестирование, а также медицинскую комиссию, и предоставляют открытую информацию об условиях прохождения военной службы, включая денежное довольствие, социальные гарантии, льготы и компенсации не только для бойца, но и для членов его семьи. Напомним, что в Самарской области по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Вячеслава Федорищева суммарная единовременная выплата при заключении контракта о прохождении военной службы увеличена до 1 миллиона рублей. Как отмечают сотрудники пункта отбора, в последнее время спрос на такой вид службы вырос в связи с тем, что обострилась международная обстановка. А жители Самарской области понимают необходимость защиты своей родины и близких. Именно такой позиции придерживается и Максим Лукашевич, который уже выполнял боевые задачи в рамках специальной военной операции. Страна призвала, нужно идти помогать своей стране. Мы живем в этом городе, в этой стране, непосредственно радуемся жизни, наслаждаемся этой жизнью. Ее нужно защитить, потому что мы прекрасно знаем, что у нас у каждого появятся дети. И в дальнейшем нужно это защитить, чтобы мой ребенок не видел этого. Потому что все нужно остановить непосредственно там. Вопросы расселения жителей из аварийных домов, а также восстановления незаконно снесенных тротуара и газона обсудили во время приема у главы города Елины Лапушкиной. Рассматривались обращения, оставленные жителями в социальных сетях руководителя региона Вячеслава Федорищева. Какие разъяснения были даны и какие решения приняты в нашем сюжете. Во время приема граждан, который провела глава Самар Елена Лапушкина, рассматривались обращения, оставленные жителями в социальных сетях руководителя региона Вячеслава Федорищева и на других площадках. Так главе города с жилищным вопросом обратилась житель дома 202А по улице Черемшанской. Это здание было признано аварийным в 2021 году. Тогда жителям было предложено переехать в маневренный фонд, но они отказались. Недавно ситуация ухудшилась. В доме, где сейчас проживают шесть человек, случился пожар. Рассказал глава Кировского района Игорь Рудаков. Выгорел второй этаж. Глава Самары вновь предложила заявителям рассмотреть возможность переезда в квартиры муниципального маневренного фонда. Если у вас сейчас невозможно проживание, рассмотрите для себя маневренный фонд. Это изолированная квартира, однокомнатная. Сейчас в Самаре действует программа по переселению граждан из жилья, признанного аварийным до 2017 года. В прошлом году новые квартиры получили 1115 семей. В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил разработать программу, которая рассчитана на дома, признанные аварийными в период с 1 января 2017 по 1 января 2022 года. Проект будет разработан до конца текущего года. Житель Самары пожаловался на состояние тротуара и прилегающей территории возле дома номер 8 по улице Подшипниковая. Человек незаконно построил здание четырёхэтажное по данному адресу, испортил газон, изменил транспортную инфраструктуру, то есть дорогу. Он сделал самовольный подъезд к своему незаконному зданию. По этой дороге, по данному адресу, находится школа, 144-ю школу дети идут. Там есть детский сад, там есть музыкальная школа. Глава города Елена Лапушкина поручила представителям департамента градостроительства разобраться в ситуации и проверить документы собственника возведённого здания. Мы, безусловно, запросим все документы, и если строение незаконное, значит, будем обращаться в суд о сносе самовольного возведённого там строения. Кроме того, в этом случае также через суд необходимо обязать владельца здания восстановить тротуар и территорию, которая была испорчена, за собственные средства. Виктория Шары, Константин Головин, События. В Самаре продолжает выстраиваться диалог между органами власти. Главы внутригородских районов активно взаимодействуют с жителями и реагируют на их сообщения, поступающие через социальные сети. В столице региона прошла встреча жителей с главой внутригородского октябрьского района. Обсудили самые важные, не требующие отлагательств, вопросы и поговорили о путях решения. Что волнует жителей района, расскажет Полина Чулякова. Благоустройство детской площадки, стихийно образовавшаяся небезопасная дорога, шлагбаум, неудовлетворительная работа управляющей компанией. У жителей дома номер 70 по улице Мичурина накопился ряд вопросов. После того, как Наталья Лихарева разместила просьбу о помощи в комментариях под постом главы региона Вячеслава Федорищева, на её сообщение отреагировал глава октябрьского района Сергей Радько. Он договорился о встрече с активной жительницей во дворе многоквартирного дома, чтобы на месте обсудить возникшие вопросы. В письменном виде, например, администрация, то, что я написала, они же этого не видят. Он пришёл, посмотрел, он увидел действительно все проблемы, поэтому я надеюсь, что такие встречи будут продуктивны и будут устраняться. Я не первый раз с ним общаюсь, он старается всегда помочь, выйти на связь. Ну, всё, что в его силах, по крайней мере, всегда двигается с мёртвой точки. В настоящее время уже выполнен покос травы на детской площадке и покраска малых архитектурных форм. В дальнейшем за порядком на площадке будут следить ответственные службы по согласованию с жителями. Кроме того, районные власти уже устанавливают законность установки шлагбаума. Подготовили письмо в отдел полиции по Октябрьскому району. Я намерен встретиться с руководителем, чтобы обсуждать альтернативные варианты заезда. В офис, тем более, они были раньше. Это они просто для удобства решили здесь пиратский такой маршрут для себя организовать, не думая о том, что несут угрозу детям и сами попадают в зону риска. На встречу обсудили и возможность выбора новой управляющей компании, отвечающей требованиям жителей. Выяснилось, что в доме есть муниципальное жильё, поэтому вместе с жителями и старшей по дому районные власти обсудят достойную управляющую компанию, которая будет следить за порядком в доме и на прилегающей территории. Ряд вопросов мы поэтому и выехали, чтобы самому увидеть, разобраться в них. Все они требуют обсуждения. Вопрос на контроль визита моего здесь в том числе находится у главы региона, поэтому мы неотступно будем следить, чтобы все вопросы, которые на сегодня здесь звучали, чтобы они были все разрешены. Напомним, в каждом внутригородском районе Самары работают пункты приёма обращений граждан главе региона Вячеславу Федорищеву. Все наказы и сообщения направляются в региональный департамент по работе с обращениями граждан и организаций. В дальнейшем они лягут в основу программы развития Самарской области. Полина Чулякова, Валерий Майоров, События. Ремонт тротуаров и дорог, внутриквартальных проездов и парковочных карманов, благоустройство детских площадок. В Самаре во всех районах работают пункты приёма обращения граждан временно исполняющему обязанности губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. С какими просьбами приходят жители промышленного района – в нашем сюжете. Елена Малкина живёт в 18-м доме по улице Губаново в промышленном районе. Рассказывает, двор у них дружный. На огромной детской площадке собираются ребята из 11 домов. Недавно одна из ресурсоснабжающих организаций проводила земляные работы и перекопала тротуар, по которому ходили учащиеся 102-й школы, а также воспитанники расположенного неподалёку детского сада и их родители. Жители хотят, чтобы тротуар был восстановлен. Об этом Елена Малкина рассказала в Центре приёма обращений граждан в Рио-губернаторе Самарской области Вячеслава Федорищева. По этому тротуару у нас ходят дети с улицы Губаново в 12 и по 18, потому что они только могут пройти вдоль нашего дома Губаново в 18 или со двора. Тротуар разрушили. Его надо восстановить. Особенно вот сейчас вот пока. Можно это к сентябрю всё сделать, всё аккуратно. Пункты приёма обращений граждан к Рио-губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву открылись 25 июня во всех районах Самары. В промышленном районе рассказывают, жители с просьбами приходят ежедневно. На сегодняшний день это уже 34-е обращение. Проблемы очень разные, но если сказать, что в основном это ремонт тротуаров, ремонт дорог, внутриквартальные проезды, ремонт парковочных карманов, благоустройство детских площадок. Просьбу Елены Малкиной обещали передать руководителю региона. Заявки от жителей принимают в каждом районе Самары по будням с 9 утра до 6 вечера. Виктория Шарой, Николай Сидоров, События. В Самаре состоялось заседание рабочей группы по содействию избирательным комиссиям. Участие в нем приняли представители городской и районных администраций, сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС. На выборах губернатора Самарской области, которые пройдут 6, 7 и 8 сентября, в городе будет работать 472 избирательных участка. Как организована работа по подготовке помещений и на что нужно обратить внимание представителям власти в преддверии главных для региона выборов, расскажет Галина Топилина. Доступность и безопасность – главные критерии, которым должны отвечать избирательные участки. Законодательство обязывает органы власти оказать содействие избирательным комиссиям в подготовке мест для голосования. Они должны быть обеспечены средствами связи, оргтехникой, техническим оборудованием для сохранения избирательной документации, обеспечены бесперебойным функционированием систем и резервными источниками электропитания. Что уже сделано, а что еще только предстоит – об этом говорили на заседании профильной рабочей группы в городской администрации. Остается два месяца до губернаторских выборов. Это очень значимые, знаковые события для нашего региона, которые, безусловно, определят судьбу регионов, ход его развития на ближайшие годы. Мы просто обязаны предоставить и организовать все условия для того, чтобы все это голосование прошло эффективно, без нарушения действующих законодательств. Готовность избирательных участков проверяют комиссионно, с участием собственников помещений, городских властей, сотрудников полиции, МЧС и Росгвардии. Избирательные участки в Самаре располагаются преимущественно на базе учреждений культуры, спорта и образования. На 1 июля в городском округе Самара 915 616 избирателей, чуть больше, чем на 1 января. Всего для проведения выборов на территории городского округа Самара образовано 472 избирательных участка для голосования, которые располагаются в 241 здании. Из 472 УИК 377, то есть 80% размещается в учреждениях среднего либо дополнительного образования. В ходе встречи главы районов отчитались о готовности избирательных участков на вверенных им территориях. У нас 67 270 избирателей, а у нас 39 УИКов также остается в 22 объектах. Соответственно, в основном это школы. Но вот самые у нас такие необычные, это два участка, 12 и 14, располагаются в частных помещениях. А еще там организован теперь и центр приема обращения в адрес в районе губернатора. По вопросу доступности помещений для голосования маломобильным гражданам, из 22 объектов, где у нас УИКи находятся, 16 оснащены пандусами, 3 не требуют установки. 3 еще там будут тоже, скорее всего, у нас волонтеры работают, но на одном будет установлена временная конструкция. В Октябрьском и Трегородском районе 103 690 избирателей, мы приросли на 1320, увеличилось количество избирателей. 32 центра у нас, 52 участковые избирательные комиссии, 2 дополнительные будут в больнице Пирогова и клинике медуниверситета. Пожарная сигнализация оборудована все участковые избирательные комиссии, стационарные металлодетекторы присутствуют везде. Напомним, Самарский регион ожидает трехдневное голосование. Выбор у губернатора пройдут 6, 7 и 8 сентября. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. Новый объект притяжения самарских любителей спорта. В городе продолжается реконструкция тренажерной площадки на набережной в районе Ленинградского спуска. Инвесторы, которые запустили проект, отмечают, что наполнение зоны будет сохранено. Только сами тренажеры станут современнее и безопаснее. За ходом работ следила и наша съемочная группа. Асфальтоукладчик и каток не то, что ожидаешь увидеть на спортивной площадке. Но именно они помогают подготовить будущую зону для атлетов. Модернизация спортообъекта на Ленинградском спуске проходит за счет инвесторов, которые решили благоустроить этот участок. После того, как закончат укладывать асфальт, здесь постелят прорезиненное покрытие и установят разнообразные тренажеры. Кроссфит-зону, столы для настольного тенниса, а также навес, под которым можно проводить различные групповые занятия, например, йогу или тренировки борцов на открытом воздухе. Появятся здесь и раздевалки для удобства спортсменов, а также зона с лавочками и шезлонгами. Площадка была немножко старая, оборудование уже устарело. Функционал останется тот же, только будет новое, современное оборудование. Будут теннисные столы, будут те же тренажеры, которые мы демонтировали оттуда в связи с тем, что они устаревшие. Сейчас будут стоять новые тренажеры, отвечающие всем требованиям и безопасности, и комфорта для занимающихся. Сразу после завершения работ территория перейдет в муниципальную собственность. Заниматься на площадке сможет каждый житель и гость Самары совершенно бесплатно. К тому же в рамках городской программы приведут в порядок и соседнюю зону для игровых видов спорта. Заменят старое покрытие, отремонтируют ограждение и установят новое игровое оборудование. Там у нас три спортивных зоны, мы планируем реконструировать их в зону, привозить в зону баскетбола, в зону волейбола и тенниса и в зону футбола. Будет ремонтироваться забор, соответственно будут устанавливаться новые оборудования, то есть в баскетбольной стойке будет, конечно, ремонтироваться покрытие. Обновленная площадка станет еще одним центром спортивной жизни города. В Самаре продолжается акция «Самара в движении» на Первомайском спуске, в парках Гагариной «50-летие октября», а также на площади Куйбышева. Также в городе множество площадок на благоустроенных территориях. Все это помогает развивать массовый спорт, потому что каждый житель может найти занятия по своему желанию и своим возможностям. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. В Самаре продолжается развитие системы городской навигации. Для удобства пассажиров, с учетом обращений горожан, еще на нескольких остановках установили электронное табло, информирующее о прибытии общественного транспорта. Какие объекты оснастили, узнала наша съемочная группа. В Самаре на остановках городского пассажирского транспорта за счет средств городского бюджета установили новое электронное табло. Работы завершились на шести объектах. Их выбрали с учетом обращений граждан. Устройства оснащены современными функциями, которые облегчают жизнь горожан и гостей города. Основная из них – обозначение времени, оставшихся до прибытия транспортного средства. Напомним, для активных пользователей доступны мобильные приложения в смартфонах, позволяющие следить за передвижением транспорта. Приложение оснащено навигационными системами GLONASS GPS. По гаджету я смотрю, есть ли наверху, допустим, автобус, и могу я рассчитывать, что в скором времени он поедет. А вот теперь у нас есть вот это вот, и будет гораздо удобнее. Например, на управленческом такие табло уже давно, вот, там удобно смотришь и рассчитываешь, когда ты можешь уехать. Те, у кого нет возможности или навыков использования мобильных приложений, могут следить за временем прибытия транспорта с помощью электронных табло на остановках. Конечно, удобно. А то сидишь, ждешь, у меня этого нету. Я в этом чайник, не понимаю. Электронное табло отображает проходящие маршруты, что позволяет пассажирам легко ориентироваться в существующих вариантах передвижения и выбирать наиболее удобные из них. Все информационные ресурсы аккумулируются в городском центре организации дорожного движения, то есть под ведомственным учреждением профильного городского департамента. Данные используются напрямую с серверов автоматизированной системы управления, куда в свою очередь поступает информация транспортного оператора «Самары», что и позволяет следить за движением пассажирского транспорта в реальном времени. А для тех, кто хочет быть в курсе текущих погодных условий, табло показывает температуру воздуха. На данный момент табло работает в режиме отладки, то есть если какие-то недостатки появляются, то мы их оперативно устраняем. Впервые электронные табло на остановках региональной столицы появились в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Они были смонтированы у остановочных павильонов на Московском шоссе, на улице Новосадова и других гостевых маршрутах, улицах с туристической привлекательностью. К настоящему времени в «Самаре» работают 53 электронные панели. Сейчас ведется работа по оснащению такими табло, еще таких наиболее востребованных участков, там, где есть обращение граждан. Вот на сегодня выполнена работа по установке шести таких табло, то есть шесть остановок оснащены. В основном это касается отдаленных районов. Новое табло установили на автостанции «Красная Глинка», на остановках ЖК «Новая Самара», СПТУ-50, поселок Управленческий, бульвар Ивана Финютина. Все по направлению в город. В историческом центре табло появилось на остановке улицы Высоцкого. Одна такая панель обходится в несколько сотен тысяч рублей. С учетом закупки и установки, монтажа, опор, стойка и других сопутствующих работ. Однако это того стоит, ведь электронные дисплеи существенно повышают удобство и эффективность использования городского транспорта. Августина Охременко, Сергей Баскин, События. 2024 год объявлен в России годом семьи. Особое внимание на протяжении этого периода уделяют сохранению традиционных семейных ценностей, таких как любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Наши корреспонденты спросили у самарцев, как они помогают детям и внукам в учебе. Платим, во-первых, за эту учебу. Следим, чтобы училась хорошо. Главное знание, чтобы были. Всячески помогаем. Я преподаватель высшей школы, я им помогаю всем, чем могу, своими знаниями. На спортивные занятия вожу, уроки помогаю делать. Ну, они сами справляются. Я просто контролирую процесс, когда родители заняты. Я бабушка. Взрослый человек, родители должны себе задавать его сами. Слишком помогать тоже нельзя. Нужно быть постоянно рядом, я считаю, и немножко поправлять, потому что с опыта прожитых лет, как правило, взрослый человек видит, что в дальнейшем может быть с его ребенком. Я им не мешаю и общаюсь с ними откровенно, аккуратно и спокойно. Поддерживаю во всем. Участвую непосредственно каждые выходные дни. Они нам уже в развитии помогают, но материально, конечно, никто не отказывается. Материально все-таки бабушке, дедушке помощь какую-то оказывает. Познакомились с одним из символов русской культуры. В Самарской библиотеке для детей провели мастер-класс по изготовлению матрешки из бумаги. Участникам встречи также рассказали об истории возникновения игрушки. Подробности у Августины Охременко. Официальные символы. Кто мне скажет, какие? Русская матрешка, русская березка, балалайка и так далее. Россия всегда славилась своими народными промыслами, славилась людьми, которые делали. Ведь раньше все делали вручную. Сотрудники Самарской библиотеки номер 11 организовали для своих читателей мастер-класс по изготовлению популярного российского сувенира матрешки. Все, что нужно – яркая бумага, краски и стразы. Среди участников встречи Кирилл Федотов. Хотя о матрешках он знал и раньше, но делать куклу из бумаги ему пришлось впервые. Это игрушка, которую играли еще в Руси. Это давным-давно. Мне играли маленькие дети и ее качали вот так. Еще с ней часто выходили куда-то, на какие-то праздники. Кукла-матрешка появилась в России в конце 19 века и с тех пор прочно завоевала сердца людей по всему миру своей красотой и уникальной конструкцией. Об истории возникновения и значения игрушки в русской культуре рассказали участникам мастер-класса. Когда мы готовились к мероприятию, сами узнали очень много интересных фактов о том, что, например, матрешка. Почему ее так назвали? Потому что раньше в России очень популярно было имя Матреона. И вот эта Матрена, она в переводе обозначает матушка. То есть все это связано с нашими культурными ценностями и традициями. Творческие встречи и мастер-классы регулярно проводятся в самарских библиотеках. Посетить их могут все желающие. Августина Охременко, Сергей Баскин, События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. В Самарской области участок трассы М5 «Урал» с 12 июля закроют для большегрузов. Временное ограничение будет действовать по пятницам, субботам и воскресеньям. Это связано с увеличившейся загрузкой автомобильной дороги в районе Жигулевской ГЭС. Ограничение продлится до 1 сентября. Подробности и объездные пути публикует телеграм-канал Красноглинского района. В связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы по улице Александра Матросова в районе дома номер 49 объезд автобусов маршрута номер 38 будет осуществляться по улице Нововокзальной в Ольской без заезда на улицу Александра Матросова в оба направления, информирует телеграм-канал городского департамента транспорта. В России всем взрослым положена бесплатная диспансеризация раз в три года, а после 40 лет ежегодно. Диспансеризация – это бесплатные осмотры, анализы и обследования в поликлинике в фельдшерском пункте. Чтобы ее пройти, нужен полис обязательного медицинского страхования и паспорт. Записаться на диспансеризацию в поликлинику можно онлайн или через регистратуру, напоминает телеграм-канал железнодорожного района. Красивый и ухоженный цветник создать непросто. На это нужно много времени, труда, заботы и любви к природе. Телеграм-канал промышленного района выражает благодарность Таисии Хлопушиной и Ольге Свердил, благодаря которым у домов номер 88 по улице Георгия Димитрова и номер 17 по улице Солнечной появились цветники – настоящее украшение для всех жителей микрорайонов. На этом выпуск завершен. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok